Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Смотрите. Во-первых, дело не в том, правильный ли ход мыслей у вас или нет. Дело скорее в том, насколько вы чувствуете, что движетесь для себя в том направлении, которое вас раскрывает как человека, как личность, как женщину и так далее. Потому что вариантов может быть много, ответов тоже может быть много и мнений может быть много, но только вы за счет своей обратной связи, только вы за счет своих ощущений можете сказать в том ли направлении вы двигаетесь или нет. Только вы можете сказать в том ли направлении вы идете. Только вы можете для себя определить хочется ли вам там, допустим, ну чего-то. Да или нет. Или нет. Вот. Так что, я думаю, что здесь момент такой. Здесь момент такой. Давайте мы сейчас с вами пройдемся по тексту вашему и разберем его. Итак, если коротко ударил мужчину. Ну, почему коротко, то есть вопрос вы задаете платный, тут можно было бы и подлиннее, поподробнее. Потому что, ну, совершенно очевидно, что у этого есть какая-то предыстория. Вспышки агрессии были раньше. Если ругались и не мог что-то объяснить, нападал, загонял как бы в угол, но не доходило до ударов. Смотрите. Вспышки агрессии не возникают просто так, да. Агрессия это защита всегда от чего-то. Агрессия всегда это такое действие, направленное на сохранение привычной модели мира, привычной модели поведения, на удержание, в общем, привычного восприятия человека. Дальше. В принципе, в принципе, поводом для тревоги, в принципе, можно уже считать то, что человек нападал на вас и и, соответственно, как-то вот использовал свою физическую силу для того, чтобы вас как-то подавлять, пускай даже и без ударов, без рукоприкладства. Поэтому здесь очень важный момент, почему вы сами терпели, условно говоря, его такое вот доминирование, да, использование им своей физической силы. Это очень важный момент, потому что, да, то, что он нашел психолога, то, что он работает со своими проблемами, это да, но это перекладывание ответственности за проблемы в семье только на одного человека, что является, мягко говоря, несправедливым, потому что отношения строят оба и вы в том числе. И вы в том числе ответственны за то, что происходит в вашей семье и в ваших отношениях. Поэтому вы ровно наполовину ответственны за то, что происходит с вашим мужем, вот, мужчиной точнее. Как? Ну, все довольно просто. Вы первую вспышку подобного рода просто-напросто проигнорировали. Вы на нее не отреагировали должным образом, в плане того, что не пресекли, не подавили, вот, не выразили свое категоричное и однозначное мнение по этому вопросу, из-за чего мужчина почему-то решил, что с вами так можно, вот. А это, как правило, низкая самооценка и, возможно, страхи, вот. Короче говоря, поведение жертвы здесь. Ну, в принципе, поведение жертвы у вас сейчас сохраняется. Вот. Вы меня извините, конечно, за такую прямоту. Вероятно, вам не понравится то, что я говорю, но, на мой взгляд, лучше сказать правду. Вот. Дальше. Предложила обратиться к психологу. Ну, опять же, момент такой. Кому вы предложили обратиться к психологу? Если только ему, то это несправедливо и даже унизительно, я бы сказал. Вы можете возразить на это так, что, а для меня не унизительно терпеть его рукоприкладство. Я с вами совершенно согласен, да. Но в свете вышесказанного мной, я полагаю, ситуация, ну, принимает несколько иной вид, да, несколько иной расклад. Мне хочется верить, что это так, по крайней мере. Вот. И, на мой взгляд, не только ему нужно обращаться к психологу, что автоматически всю ответственность на ситуацию возлагает на него. Ну, и вам. В том числе. Дальше. После того, как шлёпнул по лицу, сказала, всё, терпеть не буду. Ну, опять же, да, здесь как бы немного запоздала реакция. Вот. Сказалось, что замечательный человек, но с такими вспышками жить не могу. Но, опять же, эм, ощущение, что вы терпели. Ощущение, что вы терпели-терпели и потом, соответственно, взорвались. Психолога начал в тот же вечер. Ну, нет у меня ощущения, что это такое вот сознательное решение человека заняться собой. Вот. Нет у меня такого ощущения. Сейчас разбираются в своих проблемах. Семья у нас хорошая, всё значит хорошая. Сынок растёт. Ну, опять же. В данном случае сыну это очень негативно аукнется в будущем. Ценю его как мужчину. Дело в том, что этого очень мало, если вы цените его только как мужчину. Ценить важно ещё и как человека, и как личность, как вашего, может быть, друга. То есть возникает вопрос о том, насколько между вами много общего и что вас объединяет, кроме семьи и сынов. Потому что, ещё раз повторю, ценность как мужчины это очень малая часть человека в целом. Ну, вижу, что есть моменты, которыми надо проработать себе и решить. Вам тоже, вам тоже нужно проработать некоторые моменты и их решить. Не знаю, правильно ли поступило, что осталось. Поможет ли ему консультация специалистов. Понимаете, ему поможет не консультация, а терапия. То есть регулярная работа над собой. Как и вам тоже. А по поводу того, правильно ли вы остались или нет, здесь стоит обратиться к вашим чувствам. Дальше. Как бы сама себе говорю, что стоит пытаться сохранить семью. Нет, семью пытаться сохранить не стоит, потому что семья это ничто, это просто простой звук. Вот, если вам по-преднему хочется, например, что-то делать для человека, если вам по-преднему, если для вас по-преднему человек важен, если вы по-преднему какие-то тёплые чувства питаете к человеку, вот, не в контексте своих собственных желаний, то, да, вполне можно попробовать отношения скорректировать. Ещё раз повторюсь, без вашей собственной психотерапии это невозможно, потому что вы тоже строите отношения, не один мужчина. Скажите, правильный ли ход моих мыслей? Ну, сама постановка вопросов здесь неверная, да. Правильный и неправильный, это немножко не та позиция, не та категория, которая призвана описывать. То есть, в каком направлении идёт ход ваших мыслей, вот. Вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. То есть, здесь ваша основная ошибка заключается в том, что вы перекладываете ответственность за проблемы на мужчину, вот, только на мужчину. Хотя это на самом деле не так, это не реалистично, это, ну, не справедливо, так, ну, в таком ключе. Говорить, потому что, как бы, ответственность за отношения лежит на обоих партнерах, вот. Идея сохранить семью тоже вызывает некоторые вопросы, потому что очень часто, я не говорю, что обязательно вы, но очень часто люди, которые хотят сохранить семью, они по большому счёту боятся одиночества, да. И, в общем-то, используют семью как прикрытие, вот. Я не говорю, что это обязательно вы, что вы, но что вы обязательно такая, да. Я не говорю, что вы обязательно, вот, ну, боитесь одиночества, я не хочу сказать так, вот. Но, тем не менее, тем не менее. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, ситуация разрешится. Помните, пожалуйста, что поработать нужно вам, в первую очередь, над самооценкой и над тем, как именно вы выстраиваете взаимоотношения со своим мужчиной. Это очень важно. Ценить человека как мужчину является крайне ограничивающим фактором в восприятии своего партнёра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok